Всем привет! Сегодня я покажу вам блокнот, о котором вы, возможно, уже слышали. Это блокнот Challenge 70 испытаний. И давайте начнем сразу, потому что мне не терпится вам показать развороты моих выполненных заданий из него. В общем, вот первый разворот. И задание здесь заключалось в том, чтобы познакомить двух своих друзей разного пола и составить из них пару. Как видите, первое же задание я провалила. Но разве это повод не оформлять развороты? Следом за ним мое любимое задание. Я бы выполняла его снова и снова. Я бы прошла прям целый блокнот, состоящий только из этого задания. Нужно было весь день есть только фрукты. Я питалась клубникой, черешней и яблоками и нарисовала вот такого енотика. Это все черешня виновата. Дальше это задание было для меня самым трудным. Здесь нужно было петь в публичном месте, в парке. Я вот делала это в парке. И знаете, жизнь это не диснеевский мультик, где ты принцесска, ты начинаешь петь, к тебе выбегают всякие зайчики, белочки, подпевают тебе, вы все вместе водите хоровод. Нет. В моем случае, когда я пела, в меня тыкали пальцами и вот эти вот самые птицы, они просто улетели. Следующий разворот был тоже достаточно трудным. Следующее задание. Нужно было говорить в общественном месте с каким-то животным и притворяться, что оно отвечает. Но это было очень весело и чуть легче, чем петь песню в общественном месте, например, для меня. Дальше разворот про испытания холодом. Так получилось, что я его прошла даже до того, как получила блокнот. Но это не мешает оформлять мне развороты. Затем самое трогательное задание, наверное. Здесь нужно было признаться в любви своему дорогому, близкому человеку. И я это делаю довольно часто, поэтому я просто написала о своих ощущениях и нарисовала себя с таким вот сердечком, которое я дарю. Дальше было задание взлом радиоэфира. Нужно было дозвониться на радио и передать привет друзьям или родственникам. Угадайте, кому я передала привет? Нет, не коту. Затем у меня задание целый день выполнять только то, что приносит удовольствие. Или как-то так. Я просто заклеила само задание и осталось только его название. В общем, я составила список удовольствий и следовала этому списку целый день. Это было очень трудно. Очень. Затем вот это действительно трудное задание. В общем, целый день нужно обойтись без интернета, без техники, без транспорта и всего такого. И это было трудно, но я справилась. Целый день пережила со скетчбуком, книжкой и грустным лицом. Вот это задание очень приятное. Я бы советовала его выполнить каждому человеку, даже если у вас нет такого блокнота. Здесь нужно написать, за что ты благодарен в своей жизни и перечитывать этот список регулярно. И оно действительно помогает по-новому взглянуть на свою жизнь, найти какие-то плюсы и понять, что все на самом деле очень хорошо. Вот это задание тоже было очень интересным. Оно называется «Долгий путь к себе» и заключается в том, чтобы подниматься по лестнице на каждую ступеньку, но только тогда, когда ты вспомнишь какое-то хорошее дело, которое ты сделал, или свое достижение. И оно помогает поверить в себя. Вот сюда я записала свои достижения, которые я вспоминала, свои добрые дела. А здесь просто нарисовала себя. И это все мои задания пока что, которые я выполнила. Как видите, их достаточно мало, всего 11 из 70. Но я бы хотела сказать, что этот блокнот очень интересный. И даже если вы не умеете выполнять задания творчески, не любите рисовать или оформлять развороты, все равно попробуйте себя в нем, потому что здесь есть очень интересные задания, которые я пока не выполнила. Но выполню и обязательно покажу вам в следующих видео. И пока-пока!